Всем здравствуйте! У нас сегодня пятница. Добрались мы до штата Мичиган. Привезли пиво. Машины, на удивление, шла очень хорошо по горам. Мне кажется, с меньшим грузом она даже хуже тянула, чем сейчас мы ехали. Что-то я полночью проехала и не живая. Такое ощущение, как будто магнит какой-то очень сильный работает и тянет меня вниз. Голова тяжелая очень. Вот такой вот у них здесь рай на пивной базе. Бензин, фонтаны, пруд. Даже свой лебедь есть. Сейчас мы посмотрим на него поближе, если он удастся, конечно. Жарища здесь ужасная. Прям для штата Мичиган это, мне кажется, редкое явление. Северный штат. Я так понадеялась, что мы приедем в прохладу. Но нет. Красавчик сидит. Там кто-то плавает. Выдра, что ли? О, как у вас там и рулит. У меня сомнения, он настоящий вообще или нет? А, нет, он не настоящий. Это они сами тут лебедей понасажали. Северный штат. Мы над этой машинкой посмеялись, что водитель себе отложил на выходные, наверное. Стоят у них здесь местные трейлера. Сейчас я вам покажу разницу. Вот это вот наш, а вот это вот их. Дополнительно две оси. У них здесь сороконожки ездят. Нашли мы место недалеко от города Детройта на Рестерии. И не поехали на тракстоп, потому что на тракстопе все время шумно и от асфальта нехорошо пахнет. А здесь время вот уже у нас 10-й час вечера. И стоит... Мы стоим и еще три трака. Нормально. Такая жара здесь сегодня была. Это ужас. Сейчас показывает 27 градусов. Но днем показывало 29, но мне кажется, там 30 с лишним было. Или просто еще трак железный нагревался, поэтому был просто ужас. В общем, грустно нашли. Мы завтра на утром на 8 утра. Мы будем загружаться под Детройтом. И поедем мы в штат Колорадо, Денвер. Нам нужно будет почту везти и довезти ее за сутки. Времени там дается с небольшим запасом. А сегодня целый день, получается, мы простояли. Вот такая ситуация на сегодня. Завтра будет день, как говорится, и будет пища, и будут новости. Вот и наступило утро. Время без 15.08. Мы приехали на загрузочку. Нам к 8 часам надо было, но мы чуть-чуть пораньше. Погода сегодня пасмурна. Не, чтобы вот вчера такая погода была, когда мы стояли. Мы вчера зажарились, как в консервной банке были. Солнце палит, трак нагревается, а внутри вообще ужас был. Сейчас загружаемся и едем сутки 1200 миль на Колорадо. Мы проезжаем кусочек Индианы, Иллинойс, Айогу. В чем мы там еще проезжаем? В Небраску. Вот. И... Как это делать? В Небраску. И Колорадо. Когда мы заправляем солярку, налог дорожный, он уже в стоимость солярки включен. Но мы-то его здесь оставим, в Мичигане. А за то, что мы едем через другие штаты, мы должны тоже налог заплатить. Но как мы его? Мы же не остановимся и отдадим деньги. И поэтому идет отчет. Ифта. Я не помню, как он расшифровывается. То есть там рассказывают, где ты заправился, по чем ты заправился. И сколько ты проехал в этом штате, в котором ты не заправлялся. И после этого Мичиган со своего полной суммы налога, которую он с нас снял, когда мы заплатили за топливо, переводят деньги в те штаты, где мы проехали. Потому что мы воспользовались дорогами того штата. То есть это надо считать по каждому штату, сколько ты проезжаешь по количеству. Это очень просто, когда ты вникаешь, там все просто. Просто вникать. Вот. И каждый штат по-разному. Один там 30 центов переводит, другой штат вообще ничего не переводит, не возвращает. Какой-то штат там... А куда они возвращают? Ну, пересчитывают на те штаты, которые мы проехали. Ну, нам-то с этого не смотрели. Мысли в чем? Пенсильвания возвращает 80 центов. Понимаешь? И после этого, когда мы отчитываемся, это же мы должны там что-то доплатить. И получается, когда мы в Пенсильвании часто заправляемся, Пенсильвания очень много с нашего налога выдает туда. И когда идет перерасчет, то получается, те деньги, которые Пенсильвания перечислила, они должны в зачет идти по другим штатам. В итоге мы, получается, за квартал, мы, получается, меньше живых денег платим. То есть, несмотря на то, что солярка дорогая, там выгодно для ифта в Пенсильвании заправляться. А ты что-нибудь поняла? Поняла. Поняла? Вот. Поэтому, как бы на прайс смотришь дорого, но это все с ифтой возвращается. То есть, мы вот сейчас квартал откатаем, нам где-то около 1000 долларов, ну, в среднем, получается. Можно будет заплатить ифту. А если бы мы чаще в Пенсильвании заправлялись, то мы бы не 1000 долларов, а может быть 800 кто-то всего живых отдали денег. Да, осталось 3 часа ехать. И вот такой вот участок дороги. Тут так не люблю такие дороги. Тем более ночью, время час ночи. Местного на юрке 3 часа. В общем, прибавляем с опережением. Нам в 10 нужно быть, но мы решили не останавливаться, потому что у нас приложение установлено, где нас отслеживают. И так как груз командный, то мы решили привезти его без остановок. Все, можно спокойно выдохнуть. Перелехать нормально. Продолжение следует... вот мы доехали колорадо город дэнвер время сейчас здесь без 10 7 мы должны были в 10 им привести при том при всем что нам еще удалось два с половиной часа поспать вот такие вот были новости всем хорошего настроения и до новых встреч пока пока